Всем привет! В прошлый раз мы собирали самый забивной в составе, сегодня настало время собрать самый титулованный. А всё потому, что вы наставили нужное количество лайков. Сегодня, как ты понял, мы соберём в составе с футболистов, которые за свою карьеру выиграли больше всего трофеев. На съёмку данного видеоролика я потратил очень много времени, так что от тебя я попрошу максимальную поддержку. Для выхода в следующей части рубрики составы, давайте мы под этим роликом наставим 3333 лайка. Уверен, вам эта труда не составит. Ну и также можешь переходить в комментарии и писать, какой состав мне собрать в следующем. Я, кстати, читаю все комментарии. Долго тянуть не будем, давайте начинать. Наконец-то наступило лето, и я даже знаю, как большинство из вас проведут это время. Но вот проблема, ты не можешь получить доступ к игре, либо задонатить. В таком случае я использую сайт FunPay. Думаю, этот сайт представлений не нуждается, ведь здесь ты можешь найти абсолютно любую услугу на все игры. А игр на сайте представлено реально много. В FIFA идёт лучшее событие от Отцы, поэтому я решил себе купить немножко FIFA Points. Для этого я выбрал лучшего продавца по цене, оплатил удобным для меня способом, и FIFA Points оказались у меня на аккаунте в течение 20 минут, так что смело могу рекомендовать. Цены здесь, кстати, даже ниже, чем в стиме. Так что, если хочешь что-то прикупить, ссылочки находятся в закреплённом комментарии. Настало, кстати, время собирать наш состав. Делать это я буду по схеме 4-1-2-1-2. Вот такая вот сложная схема, но выглядит, в принципе, интересно. По традиции начнём собирать наш состав с позиции вратаря. На этой позиции у нас игрок, о котором все не знали, вплоть до того, пока его нам не добавили в нашу игру. Речь идёт о Викторе Бае. За свою карьеру он выиграл целых 34 трофея. Среди них очень знаковый кубок Лиги Чемпионов за Порту. Также он выступал за Барселону и там завоевал довольно много трофеев. А в нашем составе беру его лучшую, собственно, единственную карточку на данный момент. Переходим к защите, и сейчас речь пойдёт о самом титулованном футболисте в истории футбола. Давайте начнём справа налево, здесь у нас Дани Алвес. Футболист за свою карьеру выиграл реально всё, что можно, даже Олимпийские игры. Карьерный путь этого игрока вы знаете, реально великий футболист. Его самая высокорейтинговая карточка, конечно же, залетает в наш состав. Продолжаем собирать защиту нашего состава. На позиции правого центрального у нас играет Жерар Пике, настоящий патриот своей команды, легенда Барселоны. Кстати, забавный факт, по молодости он сезончик или два провёл за Манчестер Юнайтер. Этот факт почему-то знают не все. Но, конечно, все его запомнят именно по выступлениям за Барселону. За свою карьеру он выиграл целых 36 трофеев, это очень много. Но самая интересная ситуация с его карточкой, его вообще нет на рынке. Но мне каким-то образом повезло, и в моём резерве осталась всего 83-я базовая карточка. Я не знаю, как она не слилась там в какие-то обмены и так далее, мне просто реально очень повезло. Так что, конечно же, пользуемся ситуацией и ставим этого игрока в состав. ЦЗшник под номером 2, и здесь у нас Серхио Бускетс. Позже расскажу, почему он играет на ЦЗшнике, а пока что про его количество трофеев. За карьеру их у него набралось 32, это очень даже хороший результат. Всю карьеру он выступал за Барселону, и только недавно из-за возраста решил покинуть эту команду. Карточка чемпионата мира весьма неплохо залетает в составчик. Последняя позиция в защите это левый защитник. И здесь реально возникли трудности с выбором. Но я вспомнил, что Мальдини у нас выходил как в центре защиты, так и слева. А за карьеру он завоевал около 30 трофеев. Очень хороший показатель, и здесь я решил купить его вот эту 107-ю довольно редкую карточку. Не могу вам не напомнить про важность ваших подписок. Подпиской меня смотрит только каждый шестой зритель канала. Эту ситуацию, конечно же, нужно исправлять. К тому же мы идем к 100 тысячам подписчиков. А если подпишешься, то никогда не будешь пропускать новых роликов. К тому же это лучший способ поддержать канал. В этой тактике есть опорный полузащитник. И мне кажется, на этой позиции будет просто прекрасно смотреться Хави. Целых 32 трофея он выиграл за Барселону, ровно столько же, кстати, сколько и Бускетс. И мне кажется, он идеально зайдет на позицию дирижирующего опорника. И чуть позже расскажу, почему именно 109-я, а не 113-я карточка. Далее у нас левый полузащитник. И на эту позицию я решил поставить футболиста не по количеству трофеев, а просто по уникальному достижению. Кинсли Каман это просто уникальный футболист. Он выиграл все национальные чемпионаты, в которых только играл. Получается, за 12 сезонов он 12 раз выиграл свой национальный чемпионат. К этому всему мы добавляем суперкубки, кубки и трофеи Лиги Чемпионов и получаем очень большое количество трофеев. Но согласитесь, достижение просто уникальное. Пускай в наш состав зайдет и у 108-я карточка Лиги Чемпионов. Ну и теперь давайте коротко про футболиста справа. Здесь у нас Лео Месси 43 трофея он завоевал за свою карьеру. Из них самый важный и самый памятный это, конечно, трофей Чемпионата Мира. Кстати, второй по титулованности футболист в мире. Только что понял, что никогда не использовал 109-ю карточку Лиги Чемпионов, так что достало время это исправить. Центральный атакующий полузащитник это Карим Банзама. Честно говоря, очень меня удивили его новости об уходе из Реала. Будет, конечно, интересно посмотреть на его в другой команде, но давайте просто вспомним то, что он творил в Матрицком Реале. Куча национальных трофеев, доминации в Лиге Чемпионов. Не хватило ему только Чемпионата Мира. Очень обидно, что в силу нефутбольных обстоятельств у него так сложились выступления в национальной сборной. А я решил купить его вот эту красивую карточку. Последнее это Центральное нападающее. Первый это Златан Ибрагимович. Очень обидно, что он завершил карьеру, хотелось бы на него посмотреть еще хотя бы один годик, хоть понятно, что 41 год. Но мы здесь смотрим на трофеи, здесь у него все с этим максимально прекрасно. 34 трофея за карьеру. Не хватает только Лиги Чемпионов, которая ему так и не покорилась. Ну а я решил взять его лучшую карточку, которую, кстати, сейчас просто невозможно купить на рынке. Хорошо, что этот ролик я писал раньше. Да, и самый последний это Криштиано Роналду. Самый ценный трофей это Евро, ну и также куча кубков Лиги Чемпионов. Всего трофеев у него 34. Ну и давайте мы посмотрим на итоговый состав, который у нас получился. Теперь почему я не поставил 112 Роналду, 112 Месси, 113 Хави, 112 Камана и так далее. Этот ролик я записал буквально за день до выхода ТОЦа. Если писал этот ролик сейчас, то хотя бы Месси и Роналду 112, я бы этот состав точно прикупил. Но думаю это не делает состав хуже, настало время определить задание. Если мы его не выполним, то нам придется слить самый дорогой набор в нашей игре. В нашей игре недавно появился новый звездный абонемент. Ну и паки с АФП тоже обновились, так что ассортимент очень большой. Все это по лучшим ценам ты можешь купить именно у меня в магазине. Ссылочку я конечно же оставлю в описании под этим роликом, но в свою очередь могу сказать, что мой Телеграм-бот очень удобный. Уже тысячи довольных клиентов воспользовались моим магазином. Так что ссылки специально для тебя оставлю в описании под этим роликом. Если хочешь задонатить, то ты это можешь сделать у меня. А теперь настало время определить задание, которое мы будем выполнять. Ну из всего списка заданий нам выпадает... Довольно сложное задание. Не проиграть. Ну что ж, мы попробуем в любом случае, думаю получится довольно интересно. У нашего первого соперника на сегодня довольно странная фан сборка Реала. Мой первый момент получился довольно смешной. Ибрагимович просто идеально сыграл, но Бензема почему-то не пригнулся. Если посмотреться, то именно это помешало мне забить. Но после этого уже следует момент, в котором мне реально повезло. Хоть соперник заработал угловой и уже забил с него. Мне нужно было отыгрываться и для этого я создал весьма неплохой момент. Вообще непонятно, что там произошло с Ибрагимовичем, но самое главное, что мяч получил Роналду и он забил. А сразу после этого у меня получился еще один хороший момент. Вот так вот сходу и не скажешь, это вообще непрокачанная 105-я карточка. Все равно Криштиан Роналду играет очень хорошо и он выводит нашу команду вперед. А еще несколькими минутами позже мы зарабатываем штрафной. Штрафной у нас пробивает Хави и он пробил очень странно, но самое главное, что мяч залетел в ворота, пусть и с рикошетом от вратаря. Вообще почему-то я очень редко забиваю со штрафных в равноигретах, что я очень рад. Ну и что ж, настало время добивать соперника, в частности Криштиан Роналду оформляет уже свой третий гол, хэт-трик он забивает в этом матче. Реально очень крутой перформанс с португальцами, но он нам добывает разгромную победу. Состав соперника номер 2, похоже, сегодня нам реально с ними везет. Я рисковал пропустить первым, но Кейн распорядился своим моментом плохо. Хоть уже буквально через 2 минуты, спустя несколько рикошетов, мяч залетает в мои ворота. Но мне реально повезло отыграться, причем произошло это довольно странно. Бензема подловил соперника на ошибки, сделал отличный финт и пробил. Его сбили в подкате, но мяч каким-то образом все-таки оказался в воротах. Хоть если мяч не оказался в воротах, уверен, здесь было пенальти. Второй тайм начинается для меня буквально критично, я пропускаю от Харри Кейна. К тому же мои моменты, к сожалению, не реализовывались. И только после 80-й минуты я нашел себе силы пойти в атаку, а точнее опять Бензема подловил соперника на ошибки. Но опять же этот гол вытекал из сценарии игры, потому что в основном владел мячом я. И уже буквально через несколько секунд я перехватываю мяч, Кинсли команда устремляется в атаку. И в этом моменте давайте просто признаем, что мне повезло. Я это сделал и победил со счетом 3-2. Ну и последний матч, который мне тоже нужно выигрывать. Выучили начинать меня матч с защитной тактики, и это в принципе работает. Футболисты выдыхаются меньше, а какие-то моменты возле ворот соперника тоже получается создавать. Ну и естественно защищаться намного легче. Поскольку в той штрафной довольно много защитников, соперник пытается атаковать через фланги, и это естественно делает сложнее. Но это так, минутка теоретика закончилась, теперь давайте переходим к интересным моментам. А таких моментов в этом матче возникало довольно много. Как у меня, так и в принципе соперник что-то тоже создавал. Здесь очень обидно, что Ибра не забил, было бы очень красиво. Я понимал, что дело пахнет жареным, и мне 100% нужно забивать. Поэтому поставил атаку и пропустил. Я пробовал атаковать, но к сожалению время играло против меня. Ибрагимыч выбежал в очень сильно опасную атаку, и к счастью забил. У него было очень много моментов, в каких-то моментах ему не везло. Где-то случались другие обстоятельства, которые ему мешали забить, но он все же отличился в этом матче. Что ж, я очень рад, что мы оставляем этот набор, и я реально надеюсь, что нам отсюда выпадет что-то очень даже неплохое. Смотрим на анимашку, и это у нас Франция. Ну же. Ну же. Ну же, ну же. А, Банедер. Я реально думал, что уже нам сейчас сюда выводит Бапе. И я все оставлю в составе Бапе, и буду радоваться, что на моем аккаунте появилось на несколько сотен миллионов монет больше. Ну нет, это всего лишь Банедер, но кстати он тоже что-то да и стоит. В любом случае, приятно, что мы его не будем сейчас продавать за 100 монет. Ну а вам же большое спасибо за просмотр. Напомню про лайки и про подписки на канал. Это реально важно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok